Продолжение следует... 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 охватить сложно было бы. Ну и, конечно, это еще и развитие. Это развитие воображения и развитие творческого мышления. Давайте мы на эти вещи посмотрим с вами. Итак, беда, вот в чем еще. Вторая сторона стори Терринга. Когда мы обучаем созданию рассказов, это не просто обучение языку. Я имею в виду языку, как языковому материалу, лексике и грамматике. Это, прежде всего, формирование коммуникативной компетенции. Это возможность для школьника выразить себя. Этой возможности очень часто не хватает на уроках. У нас ведь очень часто провозглашается принцип личностно ориентированного обучения. Правда же? Но иногда мы про это забываем. И иногда нет времени на это просто. Спросить у ученика, например, а что ты знаешь про эту ситуацию? А как ты считаешь, эта ситуация, например, очень проблемная или не очень проблемная? А бывал ли ты в такой ситуации? И это воспринимается как какая-то, знаете, не очень важная вещь, потому что, конечно, гораздо важнее информацию сообщить, чем расспрашивать про опыт ученика, особенно в начальной ступени, когда дети говорят медленно, когда дети говорят мало и прочее, прочее, прочее. И мы как раз забываем иногда, и на других предметах, я знаю, тоже такое регулярно бывает, мы забываем иногда соотнести то, что мы даем на уроке, с личными интересами, потребностями и опытом ученика. И тогда это запоминается хуже, потому что мы тогда вместо того, чтобы полагаться и на подключение эмоций, и на подключение фоновых знаний, мы полагаемся исключительно на память. Поэтому ученику важно иметь возможность выразить себя. И это как раз для ученика самая практическая возможность применения изучаемого языка, потому что, ну, выйдем мы за пределы классной комнаты, мы язык применять не сможем, к сожалению. А здесь можно поучиться, может. И ученики, соответственно, обретают больше уверенности и больше мотивации. Давайте посмотрим на несколько примеров того, как это работает. Попробуем вот именно с этой точки зрения посмотреть. Не только с точки зрения языковой компетенции, то есть лексики и грамматики, а именно с точки зрения тех принципов, которые я перечислил. Начнем с очень простой книги. Она большинству из вас, я уверен, прекрасно известна. И это книга Клары Сакуи и Мариана Юрьевны Кауфман «Как научиться читать по-английски». Поскольку эта книга основана на тех же принципах и во многом на тех же материалах, которые есть в учебниках серии happyenglish.ru. Кстати, под новые в ГОС и под новые примерные программы авторы переработали учебники для начальной школы, заменили некоторые уроки, дополнили, расширили и так далее. Поэтому, если вам нужны дополнительные пособия хорошие, то обратите внимание, может быть, пригодится. Но давайте вернемся вот к этой книге. Смотрите, что здесь получается. Как интересно, когда мы просто ученикам объясняем артикуляцию, когда мы просто объясняем какие-то правила чтения, эти правила чтения не всегда заметны, не всегда понятны, не всегда запоминаются хорошо. Здесь авторы используют сюжетную историю. У нас есть девочка Аня, которая полетела с родителями на каникулы в Англию. Там она знакомится с волшебным вороном Седриком, который помогает ей научиться по-английски для того, чтобы она могла общаться со своими ровесниками, внуками, хозяев гостиницы, где они все остановились. И посмотрите, что получается. Вот вроде бы материал ровно такой же, который мы и рассказываем ученикам, правда? Посмотрите, вот у них урок. И что у нас получается? Это второе только занятие у нас здесь. Когда Аня задает вопросы Ворону, но она задает ровно те вопросы, которые ученики иногда задают, и мы все равно эти вещи рассказываем. Но потом самое интересное то, что не просто Ворон это объясняет и рассказывает, но как только у нас все это стало персонифицированным, когда мы представляем, кто говорит, зачем говорит и почему, мы вдруг начинаем следить за перипетиями сюжета, но это нас не отвлекает, потому что все равно материал идет учебный. И вот Ворон рассказывает, например, когда Аня говорит, мы же только что узнали, что алфавит начинается с буквы A, как же так? А Ворон начинает с буквы N ее обучать. А он ей объясняет, что начнем с буквы правил полегче, потом перейдем к тем, что потруднее. То есть вот дидактический принцип от простого к сложному. Затем Аня спрашивает, что за знак в квадратных скобках. Ворон все это дело рассказывает. И он говорит простыми понятными словами, причем эти уроки можно и почитать, а можно их и послушать самостоятельно. И Ворон говорит ровно то, что мы также делаем. Например, когда ты произносишь на английскую, кончик языка касается бугорков за верхними зубами, а когда ты произносишь на русскую, кончик языка касается верхних зубов. Посмотри в зеркало и так далее, и так далее. И вот эти вот приключения с Вороном, они вдруг превращаются в интересную историю. Скажите мне, пожалуйста, коллеги, а читали ли вы когда-нибудь учебник Экерсли британский Essential English for Foreign Students? Водилось ли вам читать его? Мне просто интересно, знакомы вы с ним или нет. Я в свое время, когда готовился в университет, я был счастлив, что он мне попал в руки, я его прочитал, и он мне тогда очень здорово выручал. Да, вот Наталья Борисовна пишет, что знакомы. Если кто-то не знаком, это учебник старый. Причем он не просто старый, это учебник 1930-х годов. Он начал выходить в конце 30-х годов. Представляете? То есть ему 90 лет уже практически, ну или около 90 лет. Причем, что интересно в этом учебнике, там есть сюжетная история, там есть группа иностранных студентов, которые у преподавателя собрались, да, по-моему, действительно в четырех частях, насколько я... Ну, четвертая часть, я как-то ее не очень уже дочитал, она уже начинала утомлять. И вот там есть иностранные студенты из разных стран, Люсили из Франции, из Испании студенты, еще кто-то. И мы не просто читаем какие-то уроки и смотрим там, как учитель что-то объясняет, а мы следим за событиями в их жизни и куда-то они в поездку отправились и туда, и так далее, и так далее. То есть здесь язык как раз и оживает. И этот учебник читается просто как, ну, может быть, как пьеса, может быть, как серия рассказов. То есть это тот случай, когда стори-теллинг был обращен к читателю, и читатель занимался вот такими вещами. Вот, коллеги, скажите, те, кто с этим учебником знакомился, читал, учился ли или работал по нему. Интересно ли вам было? Я помню, как мне, например, было безумно интересно, там же очень много было событий, которые были современно автору учебников, и иллюстрации были оригинальные, поэтому там была и одежда первой трети XX века, и какие-то события, какие-то реакции, то, о чем они говорили, действительно читалось, несмотря на то, что прошло столько времени, это читалось интересно. Если мы с вами сейчас возьмем любой другой какой-нибудь наш учебник старый, ну, которому много лет уже, ну, начиная с учебника, например, Натальи Александровны Бонг, или еще каких-то вещей, то там многие тексты воспринимаются как анахронизмы, потому что это были не рассказы, а это были информационные тексты. Текст, например, текст о стране, о столице, страноведческие какие-то вещи, и они уже стали скучны. У меня есть несколько, например, газет конца XIX, начала XX века дома, но там вот эти вот газеты, журналы тогда близки были, Нива, еще какие-то вещи. Вы знаете, вот интересно полистать, посмотреть на иллюстрации, а начинаешь читать какие-то статьи, они уже просто интереса большого не вызывают, потому что они потеряли актуальность. А рассказы актуальность сохраняют, рассказы можно и сейчас читать. Так что вот этот прием, он работает, и мы с вами на себе только что проверили. Но здесь очень важно, чтобы рассказ не оставался рассказом ради рассказа. А здесь очень важно переходить к деятельности. Например, посмотрите, какие здесь примеры. Опять они обусловлены именно сюжетными поворотами. Например, ворону надо улететь куда-то, и он раз говорит, а не предупреждает, мне придется ненадолго отлучиться, а не так, что будь внимательный. Есть у меня старый приятель, попугай Робинзон, он пиратствовал еще во времена капитана Флинта и знает сотни языков. Но теперь в голове у него такая каша, что он часто путается. Если ему нужна будет помощь, постараюсь помочь старику. И вот мы узнаем. То есть упражнения-то, они на самом деле довольно простые. То есть посмотрите, впиши пропущенную букву, допиши слово и так далее. Если их просто давать как упражнение, это будет скучно. Как только поворот сюжета у нас возникает, а не помогает старому попугаю, все становится гораздо менее скучным, потому что появляется цель у этой деятельности, это цель личностная, надо помочь. Вместо цели учебной. Давай с тобой посмотрим, как слово правильно пишется. Точно так же, например, продолжаются дальше эти уроки, ворон знакомится, и у нас идет выход на самые разные задания. Но тогда возникает вопрос, неужели можно каждый текст взять вот так и превратить его в какой-то учебный материал. Но превратить, наверное, можно. Да, вот действительно, здесь испытательный момент оказания помощи. Здесь очень много моментов, которые storytelling позволяет привнести в чисто, казалось бы, задания учебного характера. Они перестают носить только учебный характер. Это помимо мотивации. Но возникает вопрос, а какие мы можем выбрать? Тексты, все ли они нам подойдут? Может быть, надо специальные тексты писать? Может быть, еще что-то надо делать? На самом деле, вот какие рекомендации существуют для выбора текстов для storytelling. Во-первых, там должна быть высокая повторяемость лексики. Во-вторых, язык, естественно, должен быть доступен, потому что если дети вместо того, чтобы следить за поворотами сюжета, они будут думать, как то или иное слово переводится, то тогда это будет вызывать вопросы. То есть здесь совершенно разные задачи. У текстов на чтение может быть задача, обучение лексики. У текстов на чтение может быть задача, например, обучения работе с разными типами информации, разным типом чтения. У текстов на storytelling задача совершенно другая. Во-первых, это помочь воспринять информацию. А во-вторых, это вывести как можно скорее на storytelling, который порождает ученик на создание рассказов ученикам. Поэтому и идеи должны быть доступными. Конечно, там могут быть новые слова, естественно. И хорошо, когда есть ритм или рифма. Опять же, маленький пример. Он тоже очень короткий. Опять же, эта книга многим знакома. Она называется «Английские стиха в школе и дома». И посмотрите, здесь простые стихотворения. Я это стихотворение очень люблю, поэтому часто его показываю. Здесь просто идет работа со словами, которые обозначают предметы домашнего обихода. Но посмотрите, какое необычное стихотворение, и его вполне дети в начальной школе могут понять. Брум-брум, I'm in my room. I've got a table, I've got a bed. I've got an armchair, it's for my cat. I've got a room, and the room is small. I've got a poster on every wall. I've got a computer and a large TV. And I lock my room with a secret key. The key is on the bookshelf. Books stand up in line. I've got a room, and the room's all mine. They call me Loneer Jimmy at home. And yes, it's fantastic to be alone. То есть тот мальчик, который настолько любит свою комнату, что он там любит находиться. А почему он любит, мы здесь узнаем. То есть короткий, простой текст, но у нас появляется целая история про этого мальчика. И окончание немножечко неожиданное, потому что если мы с вами посмотрим на заголовок Loneer Jimmy и начнем обсуждать с учениками, почему мальчик может быть лонный. Там у него братьев, сестер нет, друзей нет, бедный, какая у него тяжелая ситуация и прочее. А как только начинаем читать стихотворение, понимаем, что, в общем-то, мальчик себя чувствует вполне хорошо. Мы здесь не пропагандируем о социальности. Конечно же, здесь ничего не говорится о том, что там хорошо или плохо без друзей. Мальчику хорошо, потому что у него есть комната своя собственная, и он очень доволен. И в этой комнате все так, как ему нравится. А работа, она здесь идет совершенно простая и понятная, потому что вот у нас словарик, вот мы слушаем стихотворение, говорим, о чем оно. То есть аудирни с общим пониманием. Затем проверяем понимание деталей, на какой картинке изображена его комната. Для этого надо понять, где там что, есть уже. Затем отвечаем на вопросы. Совершенно простые, стандартные упражнения. Слушаем диктора, повторяем каждую строчку. То есть начинаем готовиться к запоминанию этого стихотворения. Пробуем прочитать стихотворение самостоятельно, потренировать с чтением вслух. Запускаем пропуск с существительными, изображенными на картинках. Вспоминаем лексику. Опять же, заполняем пропуски глаголами. И учимся рассказывать о комнате Джейми. Мы к этому времени уже стихотворение запомнили. Плюс еще посмотреть коварное задание, найти одну ошибку в написании комнаты. То есть здесь надо уже посмотреть и сравнить еще раз со стихотворением. А затем опиши свою комнату. Ну вот у нас появляется творческое задание. Попробуй сделать это в рифму. Насколько, казалось бы, такая мелочь интереснее, как она меняет наличие рифмы в задании. Просто от банального скучного рассказа опиши свою комнату. Потому что возникает вопрос, для кого, для чего, зачем ее описывать. А как только у нас появляется рифма, мы уже не просто описываем свою комнату, неизвестно зачем. А мы учимся сочинять стихотворения на английском языке. И тут задача на первый план выходит творческая. И она подменяет собой некоммуникативность упражнения. И она его оправдывает таким образом. Вот такие моменты. Как еще можно работать? На самом деле очень много чего можно делать с рассказами. Мы на третьем вебинаре будем прямо детально говорить. Но один из приемов, который может нам помочь, это не просто рассказы, но рассказы хорошо иллюстрированные. И вот здесь иллюстрации выполняют в этой книге. Это пособие Arthur Frost in the City. Вот в этой книге иллюстрации играют важную роль, потому что они превращаются в рабочий материал. Здесь у нас простая совершенно ситуация. Если дети маленькие и взрослые, то текст читают. Если они уже научились сами читать в начальной школе, то уже самостоятельно. Здесь простая история. У мальчика Джека, ему пять лет, родители его работают, поэтому, когда родители на работе, к нему приходит бэбиситтер. И у него есть щенок, Чарли. И вот однажды они с Эмили смотрели мультфильмы, а дверь осталась не запертой, и Чарли убежал. Ну и, соответственно, они когда спохватились, Чарли уже было далеко. Они, естественно, за ним бросились в погоню для того, чтобы его найти скорее домой привезти. И вот они через весь, весь город проходят за этим щенком в его поисках, пока его, в конце концов, не находят. У книги, конечно, хэппи-энд. И вот у нас вот эта история и этот сюжет, он просто становится хорошим поводом для того, чтобы познакомиться с новыми словами. А теперь вопрос опять из детства. Про Эккерсля мы уже поговорили. Давайте вспомним еще про одну книгу примерно тех же годов. Да не примерно, а точно тех же годов, только эта книга была на русском. Скажите мне, пожалуйста, кому из вас в детстве, а может быть не в детстве, может быть с детьми читали, кому из вас доводилось читать книгу Бориса Житкова, которая называется «Что я видел?» Кто с этой книгой знаком? Итак, доводилось кому-то? Вот, у нас есть уже от одного участника под цифрой один. Как хорошо, когда и цифры, и скорость соответствуют. Знакомы, коллеги, если вы не знакомы кто-то, то смотрите, там ситуация такая. Борис Житков описывает поездку мальчика с бабушкой. Вернее, сначала с родителями к бабушке. Из Москвы они едут, бабушка живет в Киеве. А потом они с бабушкой путешествуют. Они там попадают и в украинский колхоз и прочее, прочее, прочее. И вот эта книга, она специально взаимовательная. Она была написана для тех детей, которые не могут куда-то поехать и путешествовать. Напомню, еще раз это 1930-е годы. И мы следим за этим мальчиком, но мы как раз и узнаем очень много разных ситуаций. То есть это не приключенческая какая-то поездка, а совершенно вещи довольно бытовые. Но мы, например, узнаем и о том, как полка опускается и в купе поезда, и на корабле, что происходит. То есть там речной кораблик, как на нем плыть. И другие вещи узнаем, там разные приключения происходят. И эта идея на самом деле не Житкова. У меня, например, есть старинная французская книга, ну старинная, начало XX века. Она по такому же принципу построена. Там описывается путешествие по Франции простым понятным детям языком. Там они попадают и паровоз видят, и еще что-то. Все это объясняется. Просто это начало XX века. Это было чуть-чуть пораньше лет за 20 до того, как Житков написал свою книгу. То есть принцип тот же самый. Здесь работает тот же самый принцип. У нас сюжет становится поводом познакомиться с тем, как что называется. И вот у нас тут всякие задания. И помоги художнику докрасить картинку. Вот мы раскрашиваем, узнаем, что такое таунхаус. Вот они здесь, им пришлось с дорожным регулировщиком поговорить. Они пытаются щенка найти. И здесь щенок, он все время где-то рядом. Видите, вот там он за угол поворачивает и прочее. Но у нас вся вот эта вот лексика, мы тут соединяем картинку со словом и прочее. Все вот эти вот приемы, они как раз и рассчитаны на восприятие ребенка старшего дошкольного возраста или младшего школьного возраста. И получается у них вот это все сделать. У нас огромное количество возможностей здесь додумать эту историю. Потому что, посмотрите, у нас на каждой картинке что-то еще происходит. Например, вот мы видим, дети попали на Main Street со всеми магазинами. И мы здесь чего только не видим. Мы видим, например, там официант с развозчиком пиццы общается на этой картинке. Мы видим, как наверху кошки пытаются поймать голубей. Вон они там к ним подкрадываются. Мы видим, здесь и другие ситуации есть. То есть мы можем попробовать и подумать, и эту историю всячески расширять, обсуждать и обдумывать. Не только говорить о том, где что продается. Могут быть и такие задания. Здесь на этой картинке у нас много чего неправильного. Поэтому здесь есть задание на русском языке, что неправильно на картинке. Найди двух лебедей, найди трех бабочек и так далее, и так далее. Но мы здесь можем усложнить эту ситуацию и предложить ученикам сказать просто, что здесь не так. Например, И так далее. Какие-то простые вот эти вещи. То есть мы здесь работаем с лексикой, и сюжет нам помогает. Есть специальные сюжетные рассказы, которые мы можем использовать. Это серия книг из-за stories. Обратите внимание, вот как я обещал, я вижу, что к нам присоединяются еще участники. Мы сегодня говорим о storytelling как о методическом приеме. Мы посмотрели на то, что он позволяет делать. Мы вспомнили очень известные учебные пособия, с которыми мы когда-то в детстве были знакомы, или, может быть, в юности. Мы вспомнили книги, которые в детстве читали. Мы увидели, как этот принцип работает в литературе, в обучении иностранным языкам. Мы смотрим на то, какие принципы отбора материалов. И это у нас первый вебинар из целых трех вот из этой серии, потому что возможности storytelling настолько большие, что про них на одном вебинаре рассказать сложно было бы. И в то же время здесь нет ничего такого революционно нового. Наоборот, это возможность хорошая сфокусировать свое внимание и собрать какие-то моменты. Итак, серия книг Анна Тейлор из Stories. Вот, спасибо большое. Коллеги пишут, это замечательная серия. С удовольствием читаем с ребятами. Здесь принцип простой. Это Graded Readers. То есть у нас первая книжка, там только время Present Simple. Вторая книжка посложнее. Там у нас добавляется время Past Simple. В третьей книге у нас Present Continuous и Future Simple добавлено. И в четвертой книге у нас уже и Present Perfect появился. Но здесь интересно вот что. Посмотрите, пожалуйста, сколько возможностей поработать с историей. Во-первых, у нас есть сюжетная картинка. Это самая первая книга, самый первый рассказ, когда мы развиваем у детей механизм вероятностного прогнозирования. Посмотри на название рассказа и картинку и скажи, о чем этот рассказ. Что мы дальше делаем? Вот у нас слова, предметы, которые на картинке написаны. Мы их здесь можем подписать, можем посмотреть. Затем у нас есть рассказ. Рассказы очень простые. Они все время очень такие добрые и милые. Когда мы обсуждали с автором серию вот этих вот пособий, я прям особое внимание обратил на доброту этих рассказов. И посмотрите. One day Zlata and her friends go to the beach. They play volleyball, run and jump. They have fun. Suddenly they see a little dolphin on the sand. The children run to it. It is a baby dolphin. It is nice, but very sad. It cannot swim in the sea. Zlata has an idea. They can push the dolphin back to the sea. The children push it, but it's very heavy. Zlata pours water on the dolphin and other children run to ask for help. Soon the children and their parents push the dolphin back to the sea. They are very happy. The dolphin jumps out of the water. It is very happy too. И посмотрите, сколько здесь вещей. Очень простая история, правда же? Но она, во-первых, учит о том, что надо заботиться об окружающем мире. Она говорит о том, что если не хватает сил самого, позови родителей на помощь, вот какие-то простые вещи. Лексика здесь простая. Тут у нас есть с вами и глоссарий, и задание на орфографию вставь пропущенные буквы и соедини фразу и перевод, и другие задания. Зачем мы все это делаем? Мы выводим учеников на то, чтобы они сами начали учиться рассказывать. То есть мы сейчас поговорили о том, как мы можем воспринимать рассказы, что они делают, а теперь мы начинаем говорить о том, как научиться создавать рассказы. Затем у нас задание на лексику, но дети заполняют, дополняют предложения, и эти предложения не все нужны будут для того, чтобы рассказ сделать. Затем на грамматику have или has, can или cannot, а затем посмотреть простой прием, отметь галочкой предложения, которые соответствуют тексту, например, the children go to the park, the children go to the beach. Вроде бы задание на проверку, но тем не менее это все равно опоры. И вот к тому моменту, как мы добрались до десятого задания, перескажи историю, используя картинку, мы в принципе уже и лексику отработали, и грамматику, и эти предложения по отдельности повторили, и теперь мы готовы создавать целый рассказ. Ну и потом у нас, конечно, на рефлексию задание. Понравился ли тебе рассказ, обведи нужный смайлик. То есть вот такие простые опоры, которые позволяют устно эти рассказы создавать. Можно через сказку точно так же делать. Например, есть книги, они сейчас, кстати, в электронном виде на титул онлайн доступны, они стоят буквально там, по-моему, полторы сотни рублей, это на год подписка. Это сценарии готовые вместе с системой упражнений. Здесь есть задание на развитие памяти, иллюстрация, принцип примерно такой же. Все пьесы по сказкам, известным детям. Чем хороши пьесы, там очень небольшое количество персонажей. Там их максимум по шесть бывает. То есть это прям какая-то большая сказка должна быть. И причем здесь можно роли и объединить. Например, один у нас может быть рассказчик, могут быть разные рассказчики. Каждый по чуть-чуть сказал, и все уже получилось. И тексты, они коротенькие. То есть эти роли, их несложно читать, и можно это все разыграть легко. А дальше похожая система заданий. И на орфографиях пиши слова, пропущенные буквы, и напиши, что означают данные слова. Для этого расшифруйте русское слово, в котором перепутались буквы, лексика, анаграмма, ответьте на вопросы по сценарию сказки, разгадайте кроссворд, отгадывают, и затем продолжите предложение из текста сказки. Вот у нас опора, но еще даже легче, чем в книгах Анна Тейлор рассказать вот это вот произведение. Точно так же у нас есть книги для чтения серии RedUp. Это вот мы продолжаем тему, как можно выбирать тексты для работы, где их брать, и как это можно мостик перекинуть от начальной школы. Мы с вами уже подходим к тому, как учить писать рассказы, создавать для Олимпиад. Поэтому мы сейчас про среднюю школу быстренько глянем и перейдем к приемам, как раз к технологии создания такого рассказа. Например, серия книг для чтения Клары Сакуна-Марианны Юрьевны Кауфман. Опять же, неизвестно, многие их используют. Вот у меня почему-то внезапно мобильный телефон включил поиск, причем совершенно не понимаю, почему он так отреагировал на фамилии авторов. Например, 5-6 класса книга называется Adventures of Bob the Hedgehog and His Friends. 7-8 класс от истории из рассказа Великобритании The Ring of the Druids. Опять же, рассказы помогают запомнить. Но это, знаете, как та самая ситуация. Например, когда мы просто изучали историю Франции в школе, мы ее не очень запоминали, потому что это был часть курса, например, истории средних веков, история просвещения нового времени и так далее. Когда мы читаем произведения Дюма, даже при том, что он вольно обращался с историей, мы их запоминаем хорошо, эти события. Когда мы читаем историю России, именно учебники, мы не все запоминаем. Когда мы читаем, например, произведения Валентина Пикуля или каких-то других хороших писателей на исторические темы, то у нас гораздо лучше все это откладывается. То есть, опять-то ситуация, когда storytelling подменяет внешнюю учебную цель развлекательной, но тем не менее, это не собственно развлекательный текст, это действительно запоминание информации. Поэтому вот здесь у нас рассказы из истории Великобритании тоже как раз хорошо помогают узнать вот эти все ситуации. Девятый класс. Робин МакКвизитс Дайри. Узнаем историю пилигримов, которые отправились из США на корабле Мэйфлауэр. Мы прямо следим за ним, потому что у нас персонаж на этом корабле оказывается, и многие вещи узнаем. Ну и плюс еще отдельные рассказы из истории США. Ну и, конечно, есть художественные книги. Эти книги есть и в печатном виде, и в электронном виде. Книга с аудиоприложением, поэтому можно построить целый курс сопровождения школьников от начальной школы до старших классов. Но какие могут быть приемы, которые могут нам помочь? Особенно, когда есть у нас ситуации, например, когда мы говорим с картинкой. Может быть, сюжетная картинка. Но вы знаете, не очень разумно давать ученикам сразу задание «посмотри на картинку и расскажи про нее», потому что они не понимают, что рассказывать. Они не понимают, зачем ее описывать, когда у них просят описывать. Поэтому можно сделать ситуацию проще. И работает даже для самых слабых учеников, которые только-только начинают учить английский язык. Показываем картинку и говорим «не расскажи про нее», и «не перескажи», и «не расскажи историю», а говорим просто «say as much as you can about this picture». То есть ученики могут говорить, например, «it is red», «it is big», «it is oval», «I see a ball», «there is a dolphin». То есть любые фразы, начиная от отдельных слов в словосочетание и кончая фразами. Но мы начинаем выстраивать, вот после того, как они все это назвали, мы начинаем с помощью опорных вопросов выстраивать это в рассказ. Когда мы говорим, например, «who is in the picture?», «what is she doing?» или «what is she doing?», «how are these people related to each other?» Ну, если дети уже знают это слово или какие-то еще вопросы. И таким образом мы с помощью этих опорных вопросов выводим на создание маленьких рассказов. Мы можем использовать точно так же, например, подборку картинок, можем взять вырезки из журнала, можем взять комиксы какие-то в интернете, очень много комиксов, которые абсолютно бесплатно выложены, причем легально выложены многие. им можем взять, например, вырезку или подборку, дать список слов на доске, например, такие слова, как «love», «friendship», «angor», «travel», «marriage», «adventure», «secretive» и так далее, те, которые нам подойдут. И ученики придумывают рассказы, но для этого они выбирают нужные картинки и нужные слова. То есть, они эти картинки используют не по прямому назначению, например, прочитай комиксы и узнать, чего там говорят, а как опору для своих рассказов. Ну и плюс, может быть, вы знакомы с такой вещью, как «store cubes», это кубики, на каждой грани из которых абстрактные символы, которые просто становятся опорой для воображения. Это, знаете, похоже на всякие вот там, может быть, вы знаете, там пассиансы, которые надо раскладывать, но которые не из карт, состоят из рисунков. Вот там можно карточки вращать вокруг своей оси. Главное подбирать, какие у вас картинки там сложатся и прочее. То есть, те самые опорные символы, абстрактные символы, которые вызывают какие-то ассоциации. Как еще можно работать? Ну, берем, например, тот же самый календарь-словарь, 366 английских слов. Это каждый месяц у нас своя лексика, свои слова. И берем, например, вот такую тему. Май. Мы видим, что у нас здесь сюжетная картинка. Май посвящен транспортным средствам. Я когда выбирал слова, я, честно говоря, столько для себя нового узнал, например, вот эти всякие micromobility vehicles и прочие вещи. Но у нас здесь сюжетная картинка. И мы можем как раз позадавать вопросы детям в качестве опоры. Кто на ней, как их зовут, они сюда пришли. Это семья или не семья. Например, вот там два мальчика со скейтом. А вот тут папа и девочка с скутер, кикскутер. А вот там мама еще на что-то смотрит. А вот там еще кто-то. Вот это все. Они вместе пришли или они не вместе пришли. А вот там люди снаружи. А зачем они пришли? А что они делают? И здесь у нас целая выставка. И посмотрите, сколько слов, которые дети узнают всячески. Причем, как я говорил, я сам, например, узнал, что оказывается «one wheel» и «solo wheel». Это разные вещи. Это одноколесный скейт, «one wheel», а «solo wheel» это, например, «моноколесо». Это, знаете, та самая ситуация, когда дети эти слова знают и очень не хочется от них отставать, потому что они спрашивают. Не всегда бывает понятно, чего они хотят узнать. Например, та же самая тема есть в спортзале. И это вот вечные вот эти вопросы, когда дети спрашивают, как по-английски гантели, как гири, а как отжиматься, а как подтягиваться и прочие вещи. То есть то, что они в реальной жизни делают и знают, им хочется про это по-английски научиться говорить. Вот я составлял словарь специально для того, чтобы он помог в этой ситуации. Но что мы можем сделать? Во-первых, мы можем поиграть в association game. Что это за такая игра? Это та самая лексика. Но эта лексика нам нужна для того, чтобы на ее основе создать рассказ. Вы скажете, ну подождите, а зачем нужна эта игра? Ведь известно, как мы это делаем. Обычный vocabulary story. Вот у нас рассказ, мы его прочитали, выписали оттуда ключевые слова. Теперь попробуйте с этими словами напишите свой рассказ. Мы все такое делали. Коллеги, а скажите мне, пожалуйста, нравилось ли вам такое задание, когда давали в университете? Вам такие задания, когда мы только учились? Потому что я думаю, что всем нам давали. Когда вам давали список слов, и вам надо было с использованием этих слов написать рассказ, причем постараться как можно больше этих слов использовать. мне, честно говоря, это задание, с одной стороны, вроде бы что-то творческое, это лучше, чем просто заучивать наизусть. С другой стороны, мне оно было некомфортно, потому что я уже знал, как эти слова в истории использованы, и, соответственно, уже вроде как поговорили, какой смысл снова с ними что-то делать, а придумывать, вымучивать из себя историю только ради того, чтобы использовать слова, было неинтересно. Как можно сделать по-другому? Есть такая игра Association Game. Здесь вы не берете готовый список слов, и вам не надо готовиться. Здесь ученики сами слова скажут. Вам только нужно определить тему, и то эта тема только для начала. Как играется? Вы ближайшему ученику, который рядом с вами, ближе всех к вам сидит, вы ему говорите какое-то слово, ну, например, airport. Ученик говорит первую ассоциацию, которая возникает у него с аэропортом, например, holidays. Следующий, который рядом с ним сидит, говорит ассоциацию со словом holidays, например, summer. Следующий, который говорит ту ассоциацию, которая со словом summer возникла. И вот так мы делаем, пока мы не дойдем по цепочке до конца класса. То есть у нас появляется список слов, опять же, но этот список слов, это то, что придумали сами ученики, это их личная ассоциация, и они понимают, почему эти ассоциации возникли. И теперь мы вместо того, чтобы посмотреть, как эти слова были в каком-то рассказе использованы, потом думать, как бы нам так это все воспроизвести, мы просто предлагаем ученикам, ребята, вот у нас список, попробуйте теперь написать свой рассказ, в котором эти вещи были бы. Но поскольку у учеников были ассоциации, они начинают, ага, аэропорт, летом кто-то куда-то полетел, у нас выстраивается лучше ситуация, и вот эта ситуация помогает. Точно так же может быть другая вещь. Например, вы описываете какую-то ситуацию, и задаете вопросы, а что сделал бы ты? А что в такой ситуации сделал бы, например, там герой какого-нибудь фильма? А что в этой ситуации сделал бы кто-нибудь еще? Дети начинают придумывать, и это становится опорой для того, чтобы начинать сочинять первые рассказы. Мы на третьем вебинаре прямо огромную пачку, полтора десятка разного рода игр посмотрим, причем игры, для которых не требуется каких-то особых опор. Плюс я вам покажу еще некоторые нейросети, которые позволяют очень здорово такие вещи использовать. А теперь давайте мы с вами поговорим о том, что же может стать опорой для старшеклассников, которые готовятся к созданию рассказа для Олимпиады. Я на самом деле про такие вещи говорил. У нас был вебинар очень подробный How to write short stories. Он на английском языке, целиком видеозаписи доступна. Она есть в списке видеозаписей, вебинаров. Но давайте я коротко в качестве выжимок, потому что, опять же, это отдельная большая тема, он больше часа длился. Там прям тренинг целый. Давайте я расскажу, что может стать опорой для того, чтобы научить школьников писать рассказы. Вечная проблема для ученика. Он смотрит на задание, говорит, я не знаю, чего писать, вдохновение, нет, в голову ничего не приходит. Вот как это все преодолеть? Есть один удобный прием. Мы здесь можем опираться на архетипы. Что здесь имеется в виду, когда мы говорим про архетипы? Дело в том, что еще Аристотель в свое время говорил, что все произведения в мире можно уложить в сто разных сюжетов. И эти сюжеты без конца переплетаются, повторяются, но в итоге все равно в основе лежат эти сюжеты. Современные авторы пошли дальше. Они сказали, да не сто, там их семь всего. Основных, а дальше все уже вариациями идет. Есть авторы, которые говорят, что больше. Они там вариации уже описывают. Давайте я вам основные сюжеты опишу, а я вас попрошу, если можно, давайте так, я сюжет опишу, предложите, пожалуйста, скажите, где он реализован. Книги, фильмы, может быть, какие-то. Например, Overcoming the Monster. The protagonist sets out to defeat a force that threatens his homeland or family. То есть здесь основная идея и повара, и двигатель сюжета, что кто-то угрожает семье либо родине, и человек идет бороться с ним. И все. Какие можно примеры привести? Или книг, или фильмов, которые построены на этом архетипе. Итак, что может быть? Да, Беовульф, конечно же. Что еще может быть? Беовульф, а вот этот монстр Грендаль, который угрожал, конечно. На самом деле, это любые произведения про войну. Абсолютно любые. Враг нападает, с ним пытаются сражаться. Все. Вот у нас архетип. Следующее. Rags to riches. The poor protagonist acquires wealth, power and or a mate, loses it and regains, growing as a person, as a result. Сначала человек бедный, потом он добивается богатства, власти, или может быть супруг, или супруга появляется, или просто любовь, теряет это все, а затем заново возвращает к себе и в качестве, и в результате становится и более сильным человеком. Какой пример можно привести такого архетипа Rags to riches? Итак, я вижу, призадумываюсь, это называется Cinderella type of story. Золушка. Ведь то же самое, правда? Бедная золушка, у которой сложности. Вот она отправляется во дворец, она становится, она находит себе принца, а принцесса все на пас. Да, совершенно верно, точно так же это работает. То есть таких рассказов очень много на самом деле. Следующий архетип. The quest. The protagonist and companions sent out to acquire an important object or to get to a location. То здесь основная задача либо куда-то добраться, либо что-то откуда-то принести. И здесь, например, Хоббит у Толкиена, когда они отправляются, им надо дойти до одинокой горы. Помните, в Властелин колец там идет комбинация, там идет и квест, потому что надо кольцо отнести туда, и плюс overcoming the monster. Они относят туда, к родруину, уничтожить кольцо для того, чтобы победить врага. Princess September. Ой, я, честно говоря, не знаю эту историю, но обязательно посмотрю. Если можно, напишите, пожалуйста, коротко в чате, что это за история. То есть когда надо куда-то добраться, в общем-то. Кстати, квест, это может быть даже вокруг света 80 дней. Жульверна, помните? Там, правда, надо добраться, успеть обратно туда же, откуда поехал, то есть из Лондона в Лондон, но там нужно beat the time. И плюс еще там осложнение есть в виде этого сыщика Фикса, который принял Филлиса Фога за мошенника и преступника и пытается ему помешать всячески, то есть преодолевание трудностей. Вот он, тот самый квест. Дальше, следующее. Voyage and return. Здесь просто история путешествия. The protagonist goes to a strange land and after overcoming the threats returns with experience. То есть какие-то дневники, путешествия, поездки и прочее. Комедия. A cheerful character triumphs over adverse circumstances result in a happy ending. Tragedy. The protagonist's faulty character and mistakes result in the undoing and the fall of fundamentally good character. То есть не просто сами рушатся и погибают, но еще и с добрым человеком с каким-то случаем. Опять же, Гамлет, Офелия, a fundamental good character как раз. И, наконец, история, которая называется Rebirth. An event forces the main character to change and become a better person. А можете привести пример истории, которая построена по принципу Rebirth. и так, есть какие-нибудь идеи? Снежная королева. Наталья? Царевна лягушка. Точно так же. Там идут комбинации разных сюжетов, но тем не менее что-то происходит. То есть любого рода такие истории, начиная от детских и заканчивая самыми взрослыми. И что у нас получается? То есть первый шаг, когда нам надо написать рассказ. Мы можем посмотреть на олимпиадное задание. Там, как правило, дается опора на зачем. Например, начните рассказ так. Может даваться опора на фотографию и может даваться опора на сюжет. Но на сюжет там просто говорится, например, что это детективный рассказ. Там очень много должно быть прямой речи и прочее. То есть задание специально формулируется так, чтобы была возможность очень гибко к нему подойти. Поэтому первый шаг, то, что мы должны сделать с учениками, если мы собираемся писать рассказ. Мы смотрим, какой архетип нам удобно подойдет для этой ситуации. То есть если, например, там в задании говорится о том, что это детективная история, то это будет, скорее всего, the quest. Хотя могут быть и другие архетипы. Как только мы определились с архетипом, мы четко понимаем, что у нас будет в этом рассказе происходить. И дальше нам надо с вами его уместить в нужное количество слов, нужный объем. Если это региональный этап, то там получается, насколько я помню, порядка 250 слов. И если это заключительный этап, порядка 500 слов. То есть на самом деле не такой уж и большой рассказ. Как только мы определили архетипы, мы пытаемся понять, во-первых, кто наш персонаж. Либо это задано, либо мы выбираем по фотографии, по опоре, либо мы с вами придумываем, кто наш персонаж. И мы заполняем для себя вот такой outline. Затем цель этого персонажа. Зачем он что-то делает? Вот то, что он будет делать в рассказе, надо понять для чего, какая у него внутренняя цель. То есть ему надо что-то куда-то отвезти. Это quest. Ему надо кого-то навестить. Это travel story. Может быть, watch and return. Ему надо победить кого-то. Это у нас overcoming the monster. И в качестве монстра может выступать любая сила, даже природная, в которой там тайфун несется какой-нибудь. То есть необязательно человек или необязательно чужая армия какая-то должна быть. И так далее. То есть в зависимости от архетипа мы понимаем, какая цель персонажа. Затем, опять же, опираясь на архетип, мы понимаем, что или кто мешает нашему персонажу. He is confronted by who poses him the cause. И, как правило, эта конфронтация будет от другого персонажа, от второстепенного или от главного злодейского героя, который мешает. Причем он может мешать не потому, что он считает, что он такой плохой. А помните, раз уж мы заговорили про вокруг света 80 дней, там вот этот сыщик, он искренне заблуждался, считая, что Филе Сфок это мошенник, который оградил банк и пытается сбежать с деньгами, устроив шумиху для прикрытия по поводу этого необычного пари. То есть он не обязательно плохой этот персонаж, но у него всегда есть причина, по которой он выступает в оппозиции главного нашему герою. То есть обсуждаем и затем самый главный вопрос это когда должна закончиться эта цепь событий. The ending will be when. То есть никаким событием, а когда, например, что-то произойдет. Об этом еще Марк Твен писал. Помните, как он заканчивал книгу про Тома Сойера? Он говорил, что про взрослых людей писать просто. У них история всегда заканчивается женитьбой. А когда пишешь про ребенка, про мальчика, то приходится хорошо подумать, где поставить точку. Приходится ставить точку в самом подходящем для этого месте. Вот сейчас точку я эту и поставлю. Предупреждает Марк Твен в конце. Он не просто так это сделает. Действительно интересное решение, которое позволяет конструировать роман. И вот кончились события, о которых хотел рассказать, вот для себя решаешь. Например, что история закончится тогда, когда, например, что-то там произойдет. И мы туда подводим. Затем дальше. Как мы разбиваем эту историю на шажочки, которые нам надо преодолеть, чтобы вот эта технология сработала. Мы начинаем разделять события на части. Только мы только запланировали. И теперь нам надо посмотреть, что у нас произойдет в начале. Задача начала очень простая. Читательно знакомиться с персонажем и узнают немножечко из ситуации, в которой он оказался. И здесь мы говорим о том, какая проблема у персонажа. Но обратите, пожалуйста, внимание, в самом начале эта проблема еще не важна. Она вроде бы есть, но она не является ключевой для персонажа. Например, собрались поехать в гости на юбилей к бабушке, которая живет в другом городе. Семья села в машину и обратили внимание на то, что кто-то там постукивает. Ну, постукивает и постукивает. Доедем как-нибудь. То есть все. Мы знаем, кто у нас герой. Это семья, которая едет. Мы знаем цель поздравить бабушку с юбилеем. Мы знаем проблему. Машина не вполне исправна. Затем у нас вторая часть. Мы доходим до кульминации, когда персонаж пытается решить проблему и возникает конфронтация. И здесь что может произойти? Например, если мы говорим, вот мы здесь в плане The Quest начали строить рассказ. Они отъехали далеко от города, по близости уже ничего нету, и тут вдруг стук раздался сильнее, и в машине что-то затрещало, и она остановилась. Все. Проблема стала актуальной. То есть нам надо здесь объяснить, почему эту проблему необходимо вдруг решить, что так изменилось. А там, например, время уже идет, а у бабушки здоровье слабое, и они знают, что она сейчас будет волноваться, и как бы она не заболела, вместо того, чтобы радоваться нашему приезду. Жизненность абсолютно жизненно. То есть ребенок здесь может опираться, не более, что мы про Олимпиаду говорим, про старших классников, может опираться на свой личный жизненный опыт, который бывает. И что у нас здесь за конфронтация? Конфронтация – это не обязательно человек. Это могут быть силы природы. Это может быть вот эта вот поломка. В общем, что-то, с чем надо справиться. Может еще и погода испоржится. Мало того, что машина забарахлила, так еще и гроза начинается, и мы понимаем, что точно по этой дороге никто не поедет, кто мог бы нам, например, помочь или машину дотянуть на веревке или отремонтировать как-то. То есть вот у нас конфронтация. И, наконец, мы идем к развязке, когда читатели узнают о том, чем история решилась, вся закончилась. И здесь очень важный момент вот какой. Для того, чтобы это было успешно, вернее, у истории, у рассказа не обязательно был нечастливый конец. Они могут так никого не найти, не попасть к бабушке. И тогда будет поучительная история, что сомневаешься, поверь, не доверяясь технике. Они могут к ним попасть, потому что кто-то им помог, кто мимо проезжал. И тогда опять мир не без добрых людей, правда же? Они могут попасть, потому что ребенку пришла в голову идея, что сотовый телефон не работает далеко от всего, но он решил, что если вскарабкаться на дерево, глядишь, может быть, сигналы поймать. Он так и сделал, и его находчивость помогла всей семье. То есть здесь не обязательно должно быть что-то сложное. Все вот это вот мы в 250 слов вполне можем уложить. Это может быть внутренний конфликт, но нам нужно внутреннее оправдание, почему этот конфликт вдруг стал таким важным, что он не дает двигаться дальше. То есть, знаете, например, это может быть такая могла бы быть ситуация. Я бы детям не стал про нее говорить, это все-таки больше взрослая ситуация. Но предположим, например, или, кстати, может быть и более детская. Предположим, там два школьника очень сильно поссорились на уроке, вплоть до драки, на перемене. Поссорились они из-за того, что один, например, какую-то там девочку как-то ее охарактеризовал неправильно, или сплетни пустил, или что-то, а второй решил заступиться. Но поскольку у них же у всех понятие чести, рассказывать об этом нельзя, поэтому их всех отругали, проблема, и сказали, вот вызови родителей. А ребенка дома предупреждали, что если будут хоть какие-то проблемы в школе, вот мы тут сейчас решаем ехать в отпуск, или не ехать куда-то, там на море, или еще куда-то. И если ты будешь себя плохо вести или учиться, то ты будешь сидеть дома. И он понимает, что он на грани. Вау, может он там импульсивный, что-то еще происходит. И вот ему надо родителей вызвать, он понимает, что если он сам не вызовет, то учитель сама позвонит, это будет еще гораздо хуже. И он возник, и у него внутренний конфликт. Рассказать родителям причину. И тогда, может быть, его простят и скажут, ну ладно, ты поступил, пусть не совсем верно, но, по крайней мере, ты достойно поступил, мы тебя возьмем на море. Или все это придерживаться вот этих понятий чести, никому не рассказывать, понимая, чем он рискует. Может такой конфликт быть? Может, конечно. И здесь у нас будет какое-то решение. Либо ему помогут, либо он сам поможет, либо конфликт так и не решится ничем. То есть здесь самые разные варианты могут быть. И мы, в зависимости от того, что мы решили в такой ситуации с ребенком, сказа. Например, когда родители придут в школу и скажут, ну что, пошли к директору, и у нас появляется открытый конец, когда мы не знаем, чем там дело решится, какое он решение в итоге примет. И нам это все очень интересно, и мы остаемся в таком подвешенном состоянии. И это может быть какое-нибудь счастливое разрешение, когда кто-нибудь прибежит к директору и скажет, да вы что, там же вот что было на самом деле. И это может быть какое-нибудь покаяние, когда соперник придет, покается, ну что маловероятно сейчас, как мы с вами понимаем и знаем. То есть самые разные развития сюжета у нас могут быть. Но рассказ у нас получается, вот этот внутренний конфликт, он им движет. И тогда у нас получается вот такой вот рассказ. Ну что ж, коллега, мы движемся к завершению, как вы уже увидели. Мы сегодня посмотрели, только начали смотреть на storytelling. Я напомню и скажу для тех, кто присоединился к концу. Поэтому не смотрите на сегодняшний вебинар как на законченное. Это только начало путешествия в три вебинара. Мы сегодня с вами посмотрели на то, как storytelling работает в жизни вообще, почему storytelling позволяет больше запоминать информацию, как он придает личностный смысл упражнениям, которые иначе носили бы чистый учебный и некоммуникативный характер. Мы посмотрели на то, какие принципы отбора материалов, на основе которых можно storytelling использовать. Мы посмотрели несколько примеров того, как и какие пособия могут работать, какие у них открываются возможности. Я еще буду возвращаться к этим пособиям, когда мы будем смотреть, как все вот это вот делается, когда мы будем на игры смотреть, на приемы. И мы с вами только начали говорить о том, как же вывести учеников разных возрастов, разных уровней на создание собственного рассказа, начиная вот от этих пошаговых опор в начальной школе, какие мы видели в примерах пособий, и заканчивая архетипами рассказов для Олимпиады. А вот на следующем вебинаре мы с вами продолжим говорить. Там уже будут конкретные приемы, и будет гораздо больше, как помочь ученикам создать рассказы, какие типы опор бывают, почему такие опоры работают, где их взять, какие нейросети нам помогут и прочее, прочее, прочее. И третий вебинар, там будет он очень игровой, мы будем смотреть на разного рода игры, которые можно в качестве опоры использовать, и все эти игры, они бесплатные, они не требуют никакой подготовки, либо там минут 10 максимум, где-то у пары игр такое будет, и то там надо просто подумать, там не требуется каких-то материалов использовать. То есть это вот то, как буквально на кончиках пальцев взять и создать занятие, которое позволяет использовать возможности Storytine. Вот поэтому мы в начале этого пути, и я надеюсь, что вы не утомились еще, и мы с вами будем еще встречаться. Так что, если у вас есть какие-то комментарии, вопросы, пожалуйста, напишите, стараюсь ответить. Обратите, пожалуйста, внимание, что вы можете полистать страницы из этих книг в интернет-магазине, на сайте English Leaches. Вы можете посмотреть многие из этих книг, например, английский через... Есть на сайте титул онлайн. Можете прямо полистать страницы либо приобрести подписку, там что-то рублей 150 стоит, и это на целый год получается. Есть книги на Озоне и на Вайлберес, если вам они на бумаге нужны. Поэтому самые разные возможности есть. Ну что ж, спасибо тогда большое. И мы тогда на этом заканчиваем нашу встречу и продолжим на следующих вебинарах на эту тему. До свидания.